добрый вечер уважаемые дамы и господа в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня уважаемый тайсон который живет в краснодарском крае городе обширонск то есть у вас есть город обширонск я вас приветствую камера ваших зрителей всех приветствую здравствуйте обширос карта вот вы а вы я очень стоять сант вы армянин правильно по национальности правильно амшинский армянин и вы живете в обширонске также вы любите разводить собак и у вас есть любимый питомец да я разводил раньше питбули но сейчас у меня один остался я занимался и боями профессиональными боями именно собак питбули проводил бои выезжали на юфо по красному краю брали места у меня 33 боя профессиональных не считаю любительских и в нем 25 вывищ есть видео но к сожалению 2020 году закон ужасный сил запретил собачьи бои и мне пришлось забросить а сейчас чем вы занимаетесь уважаемый тайсон сейчас я сам занимаюсь профессиональными боями дерусь такой лиги как наше дело москва в москве это очень знаменитая организация наше дело я думаю все знают об этой организации вы спортсмен правильно к большому сожалению последнее время очень часто спорт связывают с конфликтом вот когда уходит например на один ринг борцы спортсмены боксеры например кто-то по национальности армении кто-то азербайджанцы это начинает связывать с политикой вы согласны с этим или вы абсолютно против того чтобы вообще связывали одно с другим нет конечно так как в моем окружении где я дерусь дерутся многонациональные страны смысле нации так как и азербайджанцы турки армяне грузины чеченцы мы разделяем один ковер и мы заходим туда как уже как соперники выходим и обнимаемся а то есть получается тайсон вы против того чтобы выходили на ковер ребята с флагами там мой флаг а я неправильно понял вопрос в плане того чтобы выходили конечно они приветствуют свой народ но не включают на политику да то есть мы ни느�ей то есть я тоже считаю не правил на что одно дело военный конфликт политика другое дело спорт когда например кто-то победил войну например кто-то проиграл где-то перемирие вдруг там выходит например спортсмен какой-то победил другого спортсмен и кричи том чуть ли это не победа там велика какой-то войне но это ж неправильно смотрите не смотрите по поводу войны вот есть люди которые выходят так же, как и азербайджанцы, так же как и армяне, вы же представители Азербайджана, а есть такие, которые поднимают флаги и говорят, мы эту победу посвящаем погибшим своим братьям. Это нормально, так как некоторые посвящают свою победу своим умершим дедам, отцам. В плане этого это все нормально, я отношусь к этому. Но когда включают именно политику, это неправильно. А когда именно рассуждают в плане спорта, и когда ты свою носу представляешь, это нормально. Спасибо. И я вам хочу еще один задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Тайсон, вот только честно, вы человек, который видите закулисье спортивное, то есть нам допуск туда закрыт, вы его видите, это закулисье. Скажите, есть какой-то накал между азербайджанскими и армянскими спортсменами? Он присутствует? Ни в коем случае. Когда шла война, тренировались так, как азербайджанцы и армяне вместе на одном ковре, и когда говорили о войне, мы говорим, мы живем многонациональной стране России, да, я всю жизнь здесь живу, так же, как и азербайджанцы, и нас это не касается. Мы делаем одно дело, любимое наше дело, это спорт, и никогда мы не поднимали эту тему. Эта тема для нас была далекая. Мы занимались своим делом. чтобы не обидеть друг друга. Скажите, пожалуйста, а вот название Абширонск, у той области, где вы живете, откуда оно взято? Да, вот там вот живете, вы армянские, армяне, наверное, азербайджанцы там. Почему Абширонск? Живут, я вам даже секрет открою такой, что мой сосед, это азербайджанец, Эльчин зовут. Эльчин. Да. У меня есть много причин, это Эльчин. По поводу как название города, честно сказать, я не подкован в плане этого. Это может не минус большой, потому что я не знаю название своего города. Я тоже не знал. Я не знал, что у вас там есть в России Абширонск, честно. Да, да, есть. Это рядом находится с побережью, а то все 100 километров от Черного моря. Клево. А какие у вас добрососедские отношения с азербайджанцем? У армян Амшинских с азербайджанцами в этом крае? Смотрите, я родился там, в городе Абширонске, да, я ни разу не был в Армении. Также есть азербайджанцы, которые родились так же в Абширонске, ни разу не были в Азербайджане. Нас не касается никак по поводу войны. Мы поддерживаем, мы поддерживаем внутри себя, в сердце, да, как каждый свой народ, но никак это не поднимаем эту тему, чтобы еще раз повторить, не обидеть друг друга. Значит, вы человек мирный, призываете и ту, и другую сторону к миру, правильно? Совершенно верно. Обратитесь сейчас к азербайджанцам и к армянам с призывом к миру. Нам, знаете, нужно очень часто слышать такие громкие призывы от адекватных ребят, чтобы мы наконец-таки нашли друг с другом общий язык. Вот нам нужен ваш призыв. Прошу вас. Ну, вы знаете, я не могу прям призывать кого-то, у каждого свое мнение, у каждого свое мнение, кого-то призывать, ну, каждый взрослый человек, в любом случае, я хочу сказать, я за мир во всем мире, да, нам это не нужно, потому что, и что с вашей стороны, что с нашей стороны гибнут молодые ребята, также ждут дома родители, ну, если это назовется призывом, то я хотел бы сказать, ребят, забросьте это все, забросьте какой-то негатив друг к другу, живите мирно. Почему? Потому что мы живем одной жизнью, нужно сегодня, сейчас, как бы, жить, как бы, ну, несмотря, да, это политика, конечно, опять же, говорю, я не хочу туда лезть. Ну, призываю, да, ко всему миру, ко всему мире. Скажите, пожалуйста, вот вы чистокровный армянин, у вас родители армяне, вы родились в Абширонске, в Российской Федерации, а почему вы ни разу не были в Армении? Как бы, это все-таки для вас чуждо или просто по работе не получалось? Ну, нет, потому что я судимый был и я не мог выезжать за границу. Понимаю. Честно сказать, я хотел бы выехать, да, но, к сожалению, у меня две судимости, так как я не мог выезжать, у меня вот недавно браздлит сняли с ноги. Ну, сегодня вы уже, я думаю, что можете тихо-тихо найти время и в будущем посетить... сейчас, сейчас, опять же, нет, еще семь лет, как я не могу. У меня очень большой срок, когда я сидел и было условно. А вот, скажите, пожалуйста, то есть, с такими судимостями можно все-таки выходить на бойцовский ринг, то есть, это норма? Конечно, конечно, норма. Окей. А пересекать границу нежелательно, то есть, нельзя? Не пускают, не пускают. Вот, мои ребята в Таиланд полетели на сборы, и я тоже подал заявку, но меня не пустили. Очень жаль. Я вижу, у вас большой потенциал. Я в саграме с вами рассказывал, мои подписчики об этом все знают и в организации все знают. Я думаю, что очень много людей будут на вас подписываться, будут поддерживать вас как мирного человека, как адекватного человека, который всю свою жизнь хочет посвятить и посвящать спорту как человеку, который очень любит домашних животных, который как бы посвятил много лет своей жизни. У вас есть друг, которого зовут Граф, вы сказали, правда? Граф, если не ошибаюсь. Да. А какая... Еще хотел воспользоваться моментом. А, говорите. Какая порода у вашей собаки вот конкретно, породословной? Питбуль. Питбуль 3. Замечательно. Скажите, пожалуйста, по-вашему, все-таки человек друг собаки или собака друг человека? Собака друг человека. Нужны аргументы? Да. Без аргументов. То есть, ваш пес никогда вас не предавал, он никогда вас не подставлял, всегда был рядом. Мой пес мой пес меня никогда не подставлял и даже больше скажу, даже защищал. Много таких ситуаций было, да. Я гулял со своим псом и дворовые собаки, уличные собаки агрессивно на меня нападали. И мой пес был рядом и он их всех отшугал. Замечательно. А вот скажите, вы можете его назвать своим лучшим другом? Или у вас все-таки... Ну, лучшим другом... Я отношусь как к собаке в любом случае. Лучший друг для меня это человек. Да, собака это мой любимый питомец. Ну, лучшим другом... Ну, конечно, я за ним прыгну и в огонь и в воду в любом случае, да, это мой пес, преданный пес. Но другом, опять же, я больше к людям, отношусь. Ну, собака, ты собака. Я ставлю приоритет. Замечательно. Вам спасибо большое. Хочу вам пожелать светлой, доброй дороги, хорошего пути. Хочу, чтобы вы доехали до всех своих замечательных целей. И вот скажите мне, вот сегодня, где вы работаете? Вы водитель грузовика, если не ошибаюсь. Это какие-то тяжелые грузы. Да, водитель самосвала, да. У меня своя техника. Вот я работаю сам на себя. Вожу грунт, песок, цемен. То есть вы возите цемент, грави, все что угодно. И при этом вы еще и на тренировки ходите? Да, У меня вот скоро 16 марта будет бой. Опять же, повторюсь, в нашем деле. Даже в Азербайджане это знаю, эту организацию. Это очень известная организация в Москве. Да, я тренируюсь, работаю. То есть вы водите самосвал, водите грузы, камень, грави, товары и при этом еще находите время на спорт. Да, конечно, конечно. Замечательно. Не без этого. Вы не семейный человек, вы пока не женились. Молодой достаточно, по-моему, лет 25 вам, наверное? Развелся, да, 30. 30? Вы хорошо сохранились. Как вы на все это находите время? Вау. Ну, я думаю, у меня цели есть, я их хочу добиваться, поэтому, вот смотрите, если человек идет на работу, на нелюбимую работу, он и просыпается тяжело и не хочет туда идти. А я как будто мне завтра на Мальдивы лететь нужно. Я просыпаюсь с тем, с той целью, что мне это нужно, да? И вот с большим удовольствием я просыпаюсь и делаю свое дело каждый день с большим удовольствием. Ребята, друзья, найдите в себе то чувство, ту работу, то хобби, которое вам будет приносить удовольствие. А скажите, часто на вашем пути встречаются люди, вот, например, азербайджанцы и армяне, которые конфликтуют и вы хотите их как-то, ну, помирить, ну, хотя бы разнять. Бывало такое? Вот, чтобы, например, был конфликт и вы разнимали. Недавно я эфир вел в инстаграме у себя и наш армянин нас же оскорблял по поводу, я почему тему сменил. У нас даже хватает своих, понимаете? Своих, как бы, плохой нас нету, плохие люди есть. Нет, на моем пути не встречались. У меня все адекватные друзья, знакомые азербайджанцы, армяне. Нет такого. То есть вы готовы даже своих соотечественников армян осудить, если они неправы, правильно? Ну, я за людское, у меня есть высшее образование там, вы поняли, да, где? Я вас помню, да. Так что, да, я живу по людским понятиям, придерживаюсь, поэтому, конечно, за спрос, я всегда, как бы, ну, в любом случае, за людское. Если есть с него спрос, спрошу. А скажите, а вот там, это сколько лет нужно там отучиться, чтобы получить высшее образование? Ну, не дай бог, никому там не нужно учиться, но все же там, как бы, включаешь голову и начинаешь думать, и, ну, на все время есть, и книжки почитать, как говорится, да, и жизни поучиться. А скажите, вы верите в то, что азербайджанцы, армяне, померятся, и насколько это может способствовать именно спорт? Я вот считаю, чем больше будет спортивных, футбольных состязаний, бокса, шахмат, вот этих вот именно спортивных состязаний, мирных, дружественных, тем быстрее мы как-то найдем общий язык. Вы верите в это, что ли? Да, мой друг вот дрался в том году в этой же организации, я стоял в его углу в Азербайджане, это Зелимхан зовут, и я его так же поддерживал, так же, как он меня поддерживал. Конечно, спорт, спортсменов много, и много медийных бойцов, на кого молодежь смотрит и берет пример. Конечно, я думаю, в любом случае, как-никак спорт и покажется, что нужно жить мирно, нужно жить дружно. Я буду очень счастлив, действительно, если спорт, спортивные состязания, олимпиады, шахматные турниры, какие-то бои, боксерские поединки, там, я не знаю, разные федерации как-то нас объединят, потому что лучше ведь выяснять отношения, знаете, как в присутствии судьи на ринге, когда это спорт, когда побеждает лучший, понимаешь, чем это происходит на поле боя, где людей просто приходится хоронить. И с этой стороны люди плачут. Вопрос вам. Да, у вас есть именно друг армянин? У меня очень много знакомых, с которыми у меня переписка в WhatsApp. У меня, наверное, около двух тысяч контактов, которые пишут, спрашивают, просятся на передачу в эфире и хотят со мной поговорить, излить душу и поговорить о мире, потому что люди хотят помириться. Мне в день пишут десятки армян, и многие называют меня товарищем, приятем. Даже есть те, которые мне звонят и пишут, друг, брат, даже не знаю. Это подписчик. Да. Это подписчик. А есть те, которые... У меня в детстве были два ближайших друга в Баку, это мой был одноклассник Артур и мой Мехляу Шаге, то есть парень с моего двора, Эрик, это были мои ближайшие друзья. Мы выросли в одном дворе, мы жили, мы праздновали Новрусбайрам, праздник весны, мы подкидывали шапки соседям, нам клали туда пахлаву, орехи, появился этот конфликт и мои два друга уехали. Уехали, и я с одним только буквально через несколько лет, лет через восемь нашел общий язык, мы переписывались и потом он тоже куда-то пропал. Я подумал, мало ли, вдруг у него будут проблемы. Ну вот они мне были близки, вот Артур и Эрик. Также у меня был товарищ, у него мама армянка, папа азербайджанец. Мама вынуждена была уехать в Армению, он остался с отцом и жил в Азербайджане, получил образование, получил высшее образование, служил в армии, после этого он создал семью. И он переписывается с мамой поддержкой. Ну значит были. Да, 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 Конечно. Когда я захожу к вам в эфир в ТикТок, честно сказать, я не беру никакую позицию, я просто наблюдаю, ну мне просто интересно, как вы ведете диалог. Все. Я даже ничью в сторону не выбираю, так как я человек мира. У меня есть даже приятель, да, Камил Карате, он таджик, известный боец, ему когда вопрос задают, а ты кто по нации? Он говорит, я человек мира, всем понятно. Дал понять, что я дружу со всеми нациями. Так же я. Меня ждут с радостью в Чечне, меня ждут также в Тагестане, везде. И у меня есть, у вас есть поезд, там тоже, наверное, не знаменитый, тоже освобожает. Он говорит, приезжай в гости. Я говорю, братец, если бы я мог, я бы вылетел куда-нибудь, но я никуда не мог, я не выездной. Спасибо. Вы знаете, я хочу вам пожелать, чтобы вы не сворачивали со своего верного пути, чтобы после того, как закончится ваше второе высшее образование, условное, будем называть это, мы будем это называть образованием, которое вы получаете, ну, наверное, заочно. Сейчас у вас заочное второе образование, правильно? Я бы не сказал заочно, наверное, это точно, которую я прошел, и не хочу даже заочно проходить, знаете. Я хочу вам пожелать, чтобы вы отучились, получили свое образование, диплом, и больше не учились в подобных высших учебных заведениях, потому что людям нужен мир, и людям нужно будущее, а будущее могут дать только те люди, которые верят в него, его строят. Спасибо вам большое. С нами был Тайсон, Хамшинский армянин, который живет в городе Абширонск. Спасибо большое. Я вас благодарю. Это был очень мирный разговор, и желаю вам спорта, крепких мышц, ну, и чтобы всегда все было хорошо. Абширон, сила! Правильно? Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, спасибо за время, которое вы посвятили передаче «Ночной размовар». Сегодня нашим гостем был Тайсон, Хамшинский армянин из Абширонска, Краснодарский край. Оставайтесь с нами. Ждем вас в следующий понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok